Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский лайв, присоединиться к нашему эфиру, есть. Дмитрий, рада видеть, доброе утро. Доброе утро. Дмитрий, ну я вот короткий первый вопрос, все же, хотя в нашем материале сейчас несколько мнений, да, высказали и эксперты, и наша коллега-журналист, относительно того, все-таки, да, вот там хорошие, кстати, были советы по поводу того, как реагировать на определенного ряда заявлений, которые звучат относительно анонимных телеграм-каналов, да, и все-таки мы живем в эпоху кликбейтов, поэтому все прекрасно понимаю, но все же, если все-таки такие сообщения появляются, они имеют под собой определенную все-таки основу, что для кого-то они все-таки готовятся, для кого-то эти сообщения распространяются. Один из экспертов в материале сказал, что все-таки они были более направлены на российское общество, на россиян. Не знаю, все-таки вот ваше мнение, для кого в первую очередь такие заявления появились, такая информация, точнее даже не заявление, появились пару дней назад, для кого это было сделано в первую очередь? Ну, мне кажется, это сделано для, во-первых, для внутренней аудитории, а во-вторых, для самих обитателей Кремля и администрации президента. Это пробный шар посмотреть, как народ реагирует на такие новости, кто что пишет, кто распространяет. Это такой элемент социологического опроса, понять, какая будет реакция. Но, с другой стороны, это, в принципе, вы знаете, на первых этапах войны было как будто и неплохо. Это была такая небольшая успокоительная пилюля, которую можно было выпить и действительно помечтать, а как это будет, а вот что дальше. Но, на самом деле, ваш сюжет, конечно, очень хороший и действительно содержит много практических указаний. И надо все проверять, надо фильтровать экспертов, которых мы с вами приглашаем в эфир. И надо с осторожностью и с аккуратностью относиться к тому, что мы, как журналисты, как блогеры, теперь гранем стираются между этими двумя понятиями. Что они дают в мир, какую идею, какой посыл. И стараться не обманывать и проверять максимально все, что мы можем проверить. Тем не менее, человек, который одним из первых заявил о том, что, давайте пока так говорить, Путин умер. Пока так, хотя хочется просто. Ну, ладно. Валерий Дмитриевич Соловей. Он продолжает говорить о том, что Путина нет уже с того момента. Да он даже настаивает как-то. 26 октября. 20.42, вот за 20 минут до 9 часов вечера Путин на Валдае теперь лежит в одном из холодильников его же резиденции на Валдае. Якобы власть ныне полностью в руках главы разведки российской, да, и, ну, в принципе, вот сейчас это коллегиальный орган. Путин или власть, президент, как правильно это назвать, это коллегиальный такой себе орган. На самом деле, да, вот моя коллега сказала, что вот начинают такие мысли возникать. А Путин на самом деле, разовью идею, Путин на самом деле, он какую роль играет в этой власти, в вертикали власти, которые выстроены, по идее, под него? Если убрать Владимира Путина, останется ли вот эта вертикаль? Будет ли она работать без него, под началом кого-то нового, тирана, не тирана, тут уже вопрос открытый? Знаете, ну, как любая диктатура тоталитарная, это является очень персоналистской и очень патроналистской. То есть она зависит от одного человека, и человек, который ее возглавляет, является, по сути, отцом. Отцом России, отцом страны. И об этом же, собственно говоря, я вам говорил какое-то время назад. И спикер государственный, думаю, Володин, когда говорил о том, что есть Путин, есть Россия, нет Путин, нет России. Ну, это, конечно, полная чушь, но вот то, что вся эта вертикаль и весь путинизм, да, ведь его так называют, термин расшизм, как мне кажется, во многом ошибочным, а вот путинизм, на мой взгляд, хорошо отражает ситуацию и структуру этого режима. Он, конечно, сразу же посыпется, и ничего другого ему не остается, будет грызня, и действительно будет попытка как-то помириться с Западом и как-то найти общий язык, общую какую-то почву. И тут нужен будет, конечно, человек, который буквально вот не замазан в войне, то есть у которого нету, по крайней мере, на руках крови, но который при этом и вкошь в элиты и имеет какое-то там, может быть, знакомство какие-то, да, в западном мире. Ну, в общем, в любом случае, наверное, нельзя будет говорить о том, что это будет и поражение одновременное со смертью Путина России в войне и конец этого режима, конец диктатуры. Я думаю, что она еще какое-то время в гораздо менее остервенелых формациях будет продолжать свою жизнь. Как вы знаете, как у курицы, которые отрубают голову, тело еще продолжает носиться. Вот так же, наверное, будет и с режимом Российской Федерации. Другой аспект. Ну, давайте так, для граждан России, которые верят Путину, в целом Кремлю верят, поддерживают его, мысль и тезис о том, что Путин не вечен, может вызывать определенный вид сомнения. Путин человек 71 года, да, могут быть болезни. Человек в таком возрасте, исходя из статистики российской, несмотря на то, что за Владимир Владимирович он смотрит, как я понимаю, консилиум из непоследних врачей, находящихся на территории России, ну, человеческая жизнь, она такая, может закончиться вот в один вот такой момент. Соответственно, путинисту, гражданину России, нужно, по идее, готовиться, да, вот к чему-то другому уже. Как вот этот образ невсемогущего Путина, не Путина, который будет еще жить 20-30 лет, будет влиять в следующие полгода, когда на территории России будут так называемые выборы? Ну, я думаю, что идет операция преемника, она идет уже очень давно, периодически притасовываются карты в этой колоде, кто-то становится ближе, кто-то дальше, кто-то отстраняется, кто-то и вовсе уходит, например. Но, конечно, россиян должны к этому подготовить. Путину это делать максимально не хочется, потому что это человек, который влюблен в власть, в богатство, в роскошь, и он понимает, что кому-то оставить страну все-таки придется, но так неохота этим заниматься. И, конечно, мне кажется, что для Путина оптимальный был бы вариант спустить власть дальше по линии престола наследия, возможно, своим дочерям, а, возможно, кому-то еще из родственников. Но вот такого пока что, наверное, российская конституция довольно гибкая, впрочем, как мы знаем, позволить Владимиру Путину не может. Поэтому он всячески пытается отложить это решение. И выход этого процесса на полную скорость, ну, пока что вот имеем то, что имеем. С другой стороны, это большой риск для него, если он приближает к себе какого-то человека, то он сразу становится его как будто и конкурентом. Также ведь и сам он был преемником у Ельцина, и он знает, каково это быть, и как быстро нагревается человек, который буквально, вот, казалось бы, только вчера, да, вошел в высшие эшелоны власти. После мятежа Пригожина началась еще более ярко прослеживаться линия недовольства как Владимиром Путиным, так и министром обороны России Сергеем Шойгу. Среди так называемых ястребов был месседж общий, я так обобщу сейчас. Дмитрий, они слабые, и Шойгу, и Путин. Нам нужен кто-то более радикальный, кто-то более жестокий, человеконенавистнический, ну, я так понимаю, вот таком антигуманный в целом новый лидер. В случае смерти Путина, как вы думаете, среди элит найдется ли кто-то более жестокий? Станет ли это кто-то более жестокий, ну, вот, во главе этой новой ОПГ под названием Кремль? Знаете, я полагаю, что это ошибочное суждение, что нужен кто-то более людоедский, кто-то более жестокий. На самом деле у народа такого запроса нет. Народу репрессии и массовые казни не нужны. Им нужен полный холодильник, сытый желудок и желательно подлиннее диагональ у плоского телевизора. Запроса на насилие и на жестокость, как такового, на самом деле, в Российской Федерации нет. Да и искать кого-то сейчас тоже, как бы, это, ну, не совсем же все-таки древний Рим, да. Мы пока что-то, пока что не там, и император не выйдет, да, против гладиатора бороться на арене Колизея и таким образом доказывает, что он действительно крутой правительный, знающий воин и человек, который ничего не боится. Поэтому я думаю, что тут скорее есть запрос на нормализацию и на успокоение. То есть тренд не на то, чтобы как можно больше кувалды разбивать голов в прайм-тайм, а на то, чтобы уже как-то можно, вот как было, как раньше. Потому что война спросом уже не пользуется, продавать ее становится все сложнее. Мы видим, сам Путин порой пытается абстрагироваться от войны и выглядеть таким голубем, да. Это семья семей, вот этот его концепция, с которой он выдвигается на выборы, да. Там уже практически про войну-то ничего нету. Уже нет там про победу над фашистами, нету демилитаризации, демилитаризации. Есть скорее Россия как оплот консервативных ценностей. То, что уже было давно задействовано, и то, на чем уже довольно неплохо катается российская власть. Ну вот сейчас я думаю, что, да, еще раз повторюсь, на людоедство спроса нет. Есть спрос на то, чтобы, ну отстаньте, давайте уже как было. К вашему мнению, готова ли оппозиция российская вот к такому нестандартному случаю, что Путина вдруг нет? Я не имею в виду, например, Явлинского, простите за вот субъективщину, но я не считаю господина Явлинского представителем оппозиции. Оппозиционеры не приходят на поклон в Кремль. На данный момент так точно. Скажем так, готова ли в целом вот эта такая разношерстная структура, находящаяся за территорией России, вы в том числе, если так можно сказать, вот к этой смерти действовать ли готовы? Ну, вы знаете, касаемо Явлинского, короткий момент, мне кажется, что сложно найти человека, которого Путин бы позвал сейчас в Кремль, а этот человек бы, находясь в России, отказался. Поэтому я думаю, что тут Явлинского подставили и довольно сделали это и тактично, и симпатично, и по всем правилам черных политтехнологий. То есть, встреча была, ее слили, как-то толком ничего не понятно. Ну, все, короче, ясно. Явлинским это какой-то, значит, мурзил, как говорят в России. Что касается оппозиции, я полагаю, что, несмотря на то, что она разобещена, но многие представители разных течений, разных платформ сейчас в последнее время особенно активно пытаются понять, что же делать, когда власть сменится, когда диктатор умрет. И есть очень много механизмов, есть очень много сторон, с которых надо заходить на этот вопрос, надо общаться в этом плане и с населением, и с Украиной, и с представителями мирового сообщества Америки, Запада. Необходимо найти какой-то консенсус, который после смерти Путина сможет запустить ряд простых механизмов, которые в целом истории известны. Такие, как и репарации, и контрибуции, и восстановление Украины, и демилитаризация уже России, и демилитаризация умов россиян. И вот сейчас в эту сторону идет очень много движений. Конечно, к сожалению, я констатирую то, что они во многом параллельны, но не пересекаются. Но я думаю, что к какой-то точке, рано или поздно, если некоторые участники оппозиционных российских движений умерят свой пыл и свою гордыню, они непременно пересекутся. Я понимаю, ваш ответ он отрицателен. На данный момент, в случае, если в 9.58 по Киеву, все, Владимир Владимирович откланялся, как говорится, и все. Сейчас готовы, условно сейчас говорю, Пономарев, Каспаров, Гудковы собраться в единый кулак и, простите, дать порожие всему тому, что ныне оккупировала Россию. Ну, исключая некоторых людей, которых вы упомянули, я думаю, что есть такая партия, есть такие люди, как говорили большевики. Ну и вы знаете, историческая возможность не предполагает каких-то выборов, выходов, каких-то вариантов. Если у тебя открывается окно возможностей, надо лезть в него, насколько неуклюжим, толстым и неподготовленным в физическом плане ты бы не был. Жизнь заставит, залезешь. Мне кажется, тут так же будет и с Россией, хотя, конечно, придется пройти через многие трудности, но результат, как мне кажется, будет все равно один. На продолжение, да? Добавлю, да, немножечко еще информации, и вы, Дима, тогда прокомментируете. Ну, хотя частично мы уже начали об этом говорить, и очень часто с вами обсуждаем, и вы тут уже назвали, что проект на самом деле, преемник Путина, давно этот проект, скажем так, развивается, как он там развивается, уже другой вопрос. Но вот кто может заменить Путина после его смерти? Британское издание Independent называет возможных кандидатов на пост президента России, как пишет СМИ, автоматически легитимно его заменяет премьер-министр Михаил Мишустин. Он сможет исполнить обязанности президента до выборов, однако Мишустин недостаточно популярный. По данным Independent, среди людей, которых часто упоминают как замену Путину, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он якобы имеет ежедневный доступ к главе Кремля, а также поддерживает хорошие отношения с российскими олигархами и ключевыми фигурами политической элиты. Ну, а также звучит фамилия и имя кандидатура такая, как секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Один из немногих людей, которым прислушивается Путин, говорят СМИ. Однако на место российского президента претендует якобы и сам сын Патрушева, Дмитрий. Ныне это министр сельского хозяйства Российской Федерации. Потенциальным преемником может быть и Димка Медведев, который уже занимал этот пост. Однако, как пишет Independent, смерть главы Кремля может вызвать, возможно, новый мятеж в России. Вот сегодня нами вспоминаемый Валерий Дмитриевич Соловей говорит о том, что якобы есть определенная договоренность на два с половиной месяца до конца 2023 года, да, между элитами. Ну, а потом что-то да произойдет, какой-то новый. Среди вот озвученных персонажей, по вашему мнению, в конце, как вы видите, кто наиболее вероятно может законно и долгосрочно, что немаловажно занимать место президента России, либо возглавлять там коллегиальный орган. Ну, давайте так, самый лузер этого списка, это, конечно, Кириенко, у которого отрицательная харизма, который уже был во власти, правда, в оппозиции и был публичной фигурой. И, конечно, это не тот человек, на которого российский избиратель может как-то заценить по достоинству, да. Топ этого списка, мне кажется, Патрушев Мач, молодой технократ, не замазан в войне, как мы с вами уже обсуждали, занимается сельским хозяйством, что будет так или иначе важно и в России, и в Украине, после того, как война закончится. И в то же время в Коша в элиты, вы сами знаете, кто его отец, договариваться с ним можно. Насколько я понимаю, у него есть хорошие связи и на Западе, и в Китае, так что это вполне вероятно такая договорная, договороспособная фигура, на мой взгляд. Вот я давно за ним так посматриваю, послеживаю. Вот мне кажется, что Патрушев Младший вполне вероятно мог бы стать тем, кто на какое-то время, давайте так скажем аккуратно, возьмет власть у Кадра Владимира Путина. Дмитрий, спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. Обязательно увидимся. Дмитрий Еловский, политический комментатор, ведущий канала Ходорковский и Лайв был с нами на связи. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале Freedom. Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова